Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свой! Наконец-таки настал тот день, когда я буду красить волосы. А точнее, не я буду красить волосы, а... Ма-ма-чо-ли... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Три! Шустрая елочка! Гори! Мама-чо-ли, приди! Всем привет! И Дэнни опять пошел. Ты посмотри, сокрой дверь, Дэнни! Ты портишь нам весь... Пейзаж! Мама-чо-ли пришла, приветствую, мои дорогие! На самом деле, она сейчас будет делать доброе дело, потому что она тоже уже глядит, что что-то ты, Силя, курни не красишь. А я объясняю, говорю, мам, ну настроение какое-то... Не то, лень на себя, вот честно говоря. Но я понимаю, что уже курни запустила так, что я уже не знаю, их возможно покрасить или уже... А на себя всегда лень. Вот мне было лень на своей голове ковыряться. Ты там поковырялась, прическу подделала. А теперь ты сиди, я буду ковыряться в твоей прическе. Да, кстати, кто не смотрел, я не знаю, когда это видео выйдет, но обязательно на мамочку подписывайтесь, я ссылку на ее канал ставлю под видео. Я экспериментировала ей там с волосами, мы ей делали длинные волосы, разные, короче, хвосты, прикрепляли там, макияж меняла. В общем, такой мамы вы еще не видели моей, поэтому обязательно проходите и посмотрите. Так, сегодня у нас тоже будет видео нестандартное. Мам, твои дни губы видят. Давай это, это. Давай, я так. Тебе нужно вот так, смотри, встать вот так немножко и согнуть, ну, вот как бы, побыть в планке такой. Поняла? Чуть согни нож. А с каким выражением лица там стоять? Ну, давай попробуем, посмотри. Такая, ноги в планке, и ты как бы тренируешь, и тем самым тебя видно. Нормально? Удобно? Удобно? Ха-ха-ха-ха-ха. Короче говоря, сегодня я буду делать краску. Девочки, как я к этой краске? Ха-ха-ха-ха-ха. Чуть ли удобно тебе? Я не знаю, чем это заняться. Чем заняться? На фоне. Ну, ладно, хочешь, давай, иди. Можно я выйду и скажу? Хочешь, пока чай можешь себе сделать? Или что-нибудь попить? Да, я пока чай попью, да. Да, а я сейчас скажу девочкам, чем я буду красить волосы, девочки. Красить волосы буду Лондон, но номер, которым я еще не красила, 1261. И как я пришла к тому, чтобы купить этот номер 1261, просто в одном из своих покрашиваний. Я захожу в комментарии, и одна из девочек пишет мне, вот так уверенно и легко. Говорит, да возьмите 1261, покрасим корни на 9% и не будет тебе никакой желтизны. Вот так вот она вот сказала, и я такая подумала, слушайте, она, наверное, знает, о чем говорит. Возьму-ка я вот эту краску и покрашу ей корни. Ну, и проэмульгирую потом, там, по длине, да. Потому что мне кажется, что здесь много фиолетового, который убьет желтизну. Но, надеюсь, не будут корни фиолетовые. Короче, вообще не знаю, какие корни здесь будут, я уже не помню. Но, поэкспериментируем. 9%, один к двум. В общем, сейчас мешаем, и, мама Чоли, добрейшей души человек, покрасить мне сейчас корни. Так, намешала я один к двум, 13 мл. Всего у нас получится здесь где-то 90 мл. Я надеюсь, хватит. Ну, если не хватит, я вообще не понимаю сейчас, какие корни будут. Мне кажется, они прям сразу будут фиолетовые, девочки. А это будет страшно, потому что я не хочу фиолетовые корни и желтая длина. Ну, в общем, все, но быстро эти оттенки смываются, если честно. Поэтому я не переживаю. Блонд, он всегда возвращается в желтизне. А вы знаете, что у нас теперь? У нас не кухня красоты, не ванна красоты. А сейчас у нас прихожая красоты. И, как всегда, в нашей фирменной прихожей красоты... Воняет, да? Мама же задыхала. Ну, иди на фоне. Ты говоришь, чем заняться? Иди покажи, как воняет. Красочка воняет в Лондо очень. Ну, это аммиак. И вообще можно как бы выйти на природу, помешать на природе. Ну, либо на балконе, в окно. Так. Я умываю ручки. Да что ж такое, где дедушка? Все, я прячу свою супер гламурную дорогую пижаму. Я не прочесала. Я смотрю, думаю. А ты смотришь, не до умения. Не думала. Вроде же я тебе сказала прочесаться. И вроде как не похоже. Слушай, а ты все время любишь меня вот это расчесывать чем-то, да? Тебе вот такое расчесывание было, да? Ты расчеши там щеткой или чем-то так. Нормально всего. Я сейчас расчешу. От корней до кончика. Чтобы переворачивать их было удобно. А, она вот там у нас сейчас. А я вот той буду расческой и вот эти уборочек. Хорошо. Сейчас, секунду. Настроение хорошее, девочки. Только что ржали с дочкой. Мы все снимали видео. Да, настроение хорошее сегодня. Хотя на улице очень классно. На улице вообще. Смотри, куда Милка лезет. А, где Мила? Мила, а куда полезла? А ну-ка, прыщи-ка быстро. Ах, не понимает она, да? Ой, не понимает. Я должна встать. Вот, кот не уйдет со стола, пока не увидит, что мамка встала, подняла свою жутку. Твои намерения слилась. Да, то есть ей не лень. А вот пока сижу, ругаюсь, думаю, а Ось не встанет. Ей лень. Прокатит. Так, ну все, поехали. Так, все? Да, давай, я держу. Давай. А, я хотела снять шорты еще, чтобы не капнула. Миланку подержи. Вот шорты жалко, лисички, видите? Из Василечка лисички. Их жалко. Снимай. Буду в трусах. Разделайся. Аж б не видно было. Мой зад в трусах. Все? Да. Готово. Давай мне расческу. Сейчас я тут разделю проворчики. Чтобы мне было удобно. Мама профи, я ей доверяю. Не знаю, можно ничего не говорить. Ты все и знаешь, да? Что, как? Да я все знаю, что. Курни надо прокрасить. Курни надо прокрасить, да. Потом проэмульгирую я вот уже сама там, под водичкой. Вот. Такие дела. А ты видела, мам, в инстаграме фотку мою с челкой? Я не помню, я так смотрела. Вчера я выложила. Может видела, я уже не помню. Я чисто автоматически просматриваю инстаграм. Сейчас я тебе покажу. Я хотела показать тебе, вот. А, прикольно. На твой взгляд. Обрезать? Да нет. Это, ну, не знаю. У тебя как-то сейчас другой образ. Или я уже просто не привыкла с челкой видеть. Не знаю. Так, я не помню, сдать начинала или как. Ты как хочешь начинай. Держи, давай. Хочешь, дай, вот успей. Как тебе удобно? Сейчас. Все равно буду долго держать. Мне надо начать с чего-то. Пока корни не осветлятся до максималочки. Пока не согрежу. Я челку, потому что увидела в хельке, по-моему. Я просто случайно увидела какой-то пост, где она с челкой. Думаю, блин, ну как ей хорошо. А возраст примерно у нас одинаковый. Мне кажется, так молодо выглядит. Начала смотреть, думаю, в других ракурсах. Может быть только в этом хорошо. Начала листать, короче, а у нее нигде нет челки. Думаю, то ли это старая фотка какая-то, то ли как-то специально сделали. В итоге она везде без челки, думаю. Но идея пришла. Слушай, ну во-первых, я тебе хочу сказать. Если вот, допустим, ты с челкой походишь. Смотри. Во-первых, ее нужно регулярно подстригать. Угладывать. Она когда слишком короткая, плохо. Слишком длинная, плохо. А когда у нее все хорошо, это недолго длится. Потом, если тебе иногда есть челка, ты захочешь ее отпустить. Это очень, сама помнишь, как… Челка живет своей жизнью, да? Да, она живет своей жизнью, и пока она отрастет до нормальной длины, ты будешь долго мучиться и плеваться на это все дело. Вот. И потом, ну вот у меня челка, потому что у меня глубокие морщины. Они у меня прямо с детства еще. Там прямо в папу, знаешь, на лбу. Поэтому я тогда с детства еще как бы все время с челкой хожу. Я уже не привыкла и без нее просто не вижу себя. Ну да. У тебя, если нет такой необходимости какой-то физической, знаешь… А я вообще в детстве с челкой все время ходила, ты помнишь? Да я в детстве просто длинные волосы, когда у тебя были, потом вот это ж я замучилась уже, тебя расчесываю, ты расчесываешь, мучаешься, я мучаюсь. Кому оно надо? Ребенок, пусть отдыхает голова. Тогда просто тебя стрижечку короткую сделали, но короткая само собой с челочкой. Ты ходила с челочкой. Ну потом, как бы, знаешь, челочка и хвостики там. Ну так вот так. А не говорила ты мне никогда, что у меня большой лоб, что мне не идет без челки? Я тебе этого не говорила. Может, ты другой говорил? Есть у некоторых людей, кстати говоря, такая вот не тактичность… Я всегда думала, что у меня большой лоб и без челки мне не идет. Я поэтому очень долгое время ходила с челкой. Я не помню даже до какого возраста. Наверное, лет до восемнадцати или как… Нет, не восемнадцать. Уже восемнадцать челку начала отпускать. Шестнадцать с челкой я была еще, да. А потом что-то я смотрю, что много красивых фотографий девушек без челок. Думаю, блин, она вот это не мешает. И я как-то попробовала отпустить челку. Ну, ты стала ее отпускать, потому что это модно без челки. Ну, да. А с челкой ты ходила, у тебя оно вот как с самого начала было с челкой. Просто волосы были короткие, потом они выросли, а челку просто… Я почему-то всегда думала, что это ты мне говорила. Да ну, что такое говорила бы я. Я вообще на твою внешность никогда ничего не говорила плохого, потому что знаешь, что из-за этого могут быть у ребенка комплексы. Нельзя. Кто ж ты мне такое сказал? Ну, кто-то такой добренький тебе сказал. Доброе дело сделал. С тех пор, когда я отпустила челку больше, я ее никогда не отрезала. Почему? Ну, что, мамочоли уже покрасила корешочки. Есть какой-нибудь цвет появляется, отбеливается? Желтизна, голубая? Да, да. Вот там, где я уже проходила… Что там? Какой цвет? Ну, как бы он светлеет, не темный, там светлее становится. Нет, вот фиолетовый или голубой? Ну, не фиолетовый, нет. Он ближе к желтому скорее. Желтый. Желтый? Не хочу. Ну, он же еще не до конца. Краска даже еще осталась. Да. Вот мамочоли, как умеет. Да. Я кому не человек. Короче, буду 40 минут сидеть, буду поглядывать. Когда потемнеет, цвет какой-то придет, я вам покажу. А теперь массажик головы от мамочоли. Распределяем все. Кайфуем. Все. Ждем. Ну что, девочки, прошло 40 минут. Я вижу, что мои корни не стали никакие не фиолетовые, не голубые, не потемнели. Обычно, знаете, пигмент, если там есть вот этот, который убирает желтизну и все такое. У меня прям такие темные становятся корни. Потом смываются, и они такие очень холодные. Дэн, сделай паузу. Пожалуйста. А сейчас вот ничего этого нет, и я даже вижу конкретный желтый корень. Я не знаю, как он сейчас смоется. Может быть, эта девушка посоветовала просто под мой цвет волос, как бы, да? Не знаю, что-то вообще никак не потемнело, да? Пигмента вообще никакого нет. Вообще нет пигмента, вот голубости. Вот, может, легкий-легкий оттенок. Короче, я даже не знаю. Ну, прошло сейчас 40 минут, и написано там проэмульгируйте и еще 5-10 минут подождите. Ну, голубость имеется в виду, вот я вижу на коже чуть-чуть. Ну, это чуть-чуть. И вот где много, тут вроде как слегка какой-то... Ну, это сможет. Легкий оттенок. Ну да. Просто с другими было прям насыщенный, такой синий, насыщенный фиолетовый. Ну, когда сможет, тогда видно будет, сейчас не поймешь. Пойду проэмульгирую. Ну, что, проэмульгировалась, и все вот это просто согнала по всей длине вот так. И даже вот могу еще вот так сделать. О, Господи! Раз, и закрою. 5-10 минут. И все, его смыла. Посмотрим, что у нас там получилось. Ну, голубость. Про часом. Ну что, девочки, я проэмульгировалась, помыла сейчас волосы. Бальзамчиком их промыла, от корней, кстати. Понтин такой, мусс прикольный. Это у меня красное здесь осталось от моей, это... Что с корнями-то? Не, ну сейчас вот так вот желтовато, вот так преломляешь, вроде... Нет, да? Надо сушить. Надо сушить в любом случае. Посмотрим сейчас. Просто предыдущие, которыми я пользовалась, да, кто, может быть, помнит. Предыдущие делали мне прям очень холодные, холодные корни. И получалось, что у меня холодные корни и желтая длина. Это вообще некрасиво, на самом деле. Но и желтые корни тоже некрасивые. Ты что видишь? Ну, они кажутся желтее. Но дело в том, что когда они высохнут, может быть, они не будут так сильно. Ну да. Надо на сухие смотреть. Да. У меня тоже, когда я голову только покрашу, и она еще мокрая, у меня тоже вот так вот выглядят корни. Потом высушу, и нормально все. Короче, пошла я тогда сушить. И вернусь к вам сухая. Ну что, мои хорошие, я посушила волосы. Смотрите. Свет разный падает по-разному. Поэтому вот... Мамуль, скажи, что ты скажешь? Как тебе оттенок, вот с твоего взгляда? Слушай, ну, чуть-чуть желтизна есть на корнях. Чуть-чуть желтизна есть. Но если так в общем целом смотреть, то вроде бы и неплохо, нормально. Интересно, когда подсмоется, будет тогда как? Мне кажется, так и будет. Так и будет? Ну, все равно это лучше, чем было. Но вообще... Лучше, чем было, ты имеешь в виду, с отрушенными корнями? С отрушенными корнями, да. А ты знаешь, что мне кажется? Вот мне кажется, можно смешать краски. Напишите мне, девчонки. 12.81, по-моему, да, я красила в прошлый раз. И 12.89. То, что мне холодный оттенок давало. Может быть, их смешать вообще пополам? Вот эту краску? Потому что она какой-то делает такой благородной. Ну, она желтизна, не отвратительная. Это вот она, может, здесь кажется отвратительной. Но, на самом деле, она такая желтизна, вот, ну, блин, как вам? Вот такая... Благородная. Благородная, мягенькая, может, да. Но здесь у меня уже холодные, уже пигменты напиталось чуть прохладой. Поэтому контраст есть. Но в зеркале нет контраста. Очень, естественно, все смотрится нормально. Но чуть-чуть холодности прям не хватает. И мне пришла идея смешать вот 12.81, например, и вот эту 12.61, да, была у меня легкая? Короче, смешать две эти краски, чтобы оттуда добавить чуть-чуть холодности. Чтобы они не были очень холодные и не были при этом такие желтые. Ну, в следующий раз можно будет так попробовать. Ты же все равно это экспериментируешь. Это еще не последний твой эксперимент. Но так, в принципе, это все переливается. У тебя здесь переливается, а тут переливается. И, в общем, в целом оно как бы нормально. Вот сзади, давай покажи. Хорошо? Да. Мама. Ну, все. Спасибо, мама Чоли, потому что... Мамочка. Если бы не ты, кто бы меня покрасил? Сделал красоткой. Что? Все, мои хорошие. В общем, вот такая красочка. Вот что получилось. Ты тоже прощаться пришел? Говори тогда. Всем пока-пока. Пока-пока. Все, и беги. А то ты крепляться начнешь. До следующего видео. Всем пока-пока. 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 Подписывайтесь на моюpathкуシургу. Все, нет? У меня здесь нет, пока.